Мы тут уже добавили все необходимые рассолы, и уже вот солянка непосредственно напоминает солянку. Так, ну осталось что, оливки? Да, я думаю, что достаем лучше. Сметаночка появилась, у нас здесь хлеба, зелень. Лимончик, это все на оформлении уже. И поварешка. Ну хотя бы дадим говорить со супом. Ну давайте. Я думаю, что оливки мы... Я люблю бросать у всех сахар. Абсолютно. Поварятся у нас? Ну и вот мы сейчас все это далили, сейчас это уже, собственно, солянка. Сколько еще там времени надо покипеть, чтобы... Да, нам нужно, чтобы она немножечко последняя, вот эта завершающая стадия покипела чуть-чуть. Ну в принципе готова. В принципе готова, да. Поэтому можем сейчас уже выдавить лимон. Сколько у нас? Ну минут 30, да, наверное, мы потратили на... Да меньше. Ну, даже если 30 в итоге получится, это достаточно быстро для... Это быстро для солянки, да. Да, потому что, например, солянка по моему рецепту готовится полтора часа. Вот, и нещадно туда ее добавляем в лимон. Тут, я понимаю, вообще, как бы главная задача, это еще хорошо запастись соленьями. Конечно, конечно, конечно. У вас на соляночку хватило, потому что банка ушла. Практически. Огурчики так... Ну, огурчики-то еще и мимо солянки-то пошли. Это я вот точно уверен, не пропадут. Ну, вот такой вариант солянки. Для тех, кто только что подключился, напомню, что необычный вариант готовим. Здесь, ну, практически не присутствует вода. Никакого бульона, да, именно сваренного, только рассол и, соответственно, сок от оливок. Да, да, абсолютно. Мясо, как всегда, там несколько видов. Это лук, масло изначально, то есть все это потушили, и вот в конце добавили... А, плюс пасту еще добавили? Да, томатную. Попробуем обязательно как раз сейчас еще буквально несколько минут, да? Да, доходит. И мы уже сможем попробовать. Доходит. Пока оно доходит.